Мы уже разобрали два доказательства теоремы о том, что определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению их определителей. Они были очень поучительные, но, хотя, безусловно, очень полезно знать эти доказательства, нет ли какого-то более простого? Есть совсем-совсем простое доказательство, но мне кажется, что проще вообще не может быть. Идея такая. Если вы домножаете матрицу на матрицу из нулей и единиц, где единицы образуют такую систему, что в каждом столе C равна одна, и в каждой строчке равна одна, то, как легко понять, вы получаете перестановку строк. Вот здесь для конкретной матрицы, если вы уже про единичная матрица, то ничего будет не изменилось. А вот так переставились первые две строки. Ну, естественно, что любые две строки таким образом нужно переставить. Хорошо. Это операция прибавления к одной строке другой. Ну, опять же, этот элемент нужно было поставить в разные другие места, тогда, соответственно, у нас не к первой строке прибавлялась, но вторая с трецентом D как-то по-другому. Но, в общем, такого типа матрицы, когда все элементы равны единицы, кроме какого-то еще одного, мы умеем к любой строке с любым коэффициентом D прибавить любую другую строку. Очень важно. И вот при этой операции определитель меняет знак в зависимости от того, чёрная или нечёрная была перестановка, а при этой операции вообще определитель не меняется. Это совершенно, мне кажется, очевидная вещь. И ничего больше не нужно. Смотрите. Пусть у нас есть квадратная матрица A, матрица того же размера B, и их предвидение – это C. Давайте в качестве M возьмем одну из матриц вот такого типа. или такую, если нам захотелось менять строчки, или такую. Тогда либо не изменился знак, если верхний вариант, либо изменился, но тогда это не в свободных случаях. А если нижнюю, то тогда с определителем ничего не произошло. То есть у матрицы MC определитель такой же. Ну вот я не очень аккуратно написал здесь. Если того верхнего типа преобразования, то могло быть, что в обоих местах написаны знаки минус. Давайте я напишу так. Значит, умножить на епсил, умножить на епсил, где епсил – это один или минус один. Тогда это будет точно. Так вот, что теперь мы видим? Мы хотели разбираться с этими крайностями. А теперь будем разбираться вот с этим. Смотрите, определитель матрицы H', то есть матрицы MA, он ведь такой же, как у матрицы A. Определить матрицы C', то есть ВДП, он такой же, как у матрицы C. Поэтому, если мы здесь докажем, то и будет доказано. Это означает, что мы можем работать со строками. То есть вот нам дали квадратную матрицу. Смотрите, что мы делаем тогда. Берем первый столбец и смотрим, есть ли там какое-нибудь ненулевое число. Вот нашли ненулевое число. Эту строчку меняем с первой. Теперь здесь вот ненулевое число. После этого, с некими коэффициентами, эту строчку вычитаем из всех. И здесь все стали нули, кроме вот этого числа. Ну или просто с самого начала все были нули. Вот. Хорошо. Хорошо. Точно так же, после того, как мы вот разобрались с первым столбцом, и либо сделали, что все нули, либо сделали, что здесь ненулевое, а дальше все нули, смотрим на второй столбец. И с ним будем делать дальше операции и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Легко понять, что потихонечку мы таким образом сведем дело от общей матрицы А к матрице диагональней. Если у нас всегда будут здесь возникать ненулевые числа, то это понятно, да? Мы нашли нулевое число, поставили его на нужное место, почитали. Потом в этом столбце, если внизу нашли ненулевое число, то тоже почитали. В том числе вот это сделаем и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Проблема будет в случае, если вдруг у нас с вами в некоторый момент, вот мы там опушили этими звёздочками, в некоторый момент выяснится, что вот здесь вот все оказались нули. Прибавьте вот в этом месте маленькое число, какое-нибудь число х. Напишите на это место. Тогда, конечно, матрица изменится. Но если х будет очень маленькое, то определитель изменится мало. Дальше мы делаем реализование с этими строками и так далее, и так далее, и так далее. Опять, если где-то возникнут нули, то тоже прибавьте чуть-чуть. И мы с вами таким образом, ну, может быть, немножко хулиганским, но сведём дело к тому, что матрица стала диагональней. А для диагональной матрицы теорема о том, что произведение определителей равно определителю произведения, очевидно. Потому что, когда вы берёте вот эту матрицу, это просто x, y, z. А здесь, когда мы берём из одной строчки, из другой строчки, не в том же столбце, из третьей строчки, не в том же столбце, где уже правильно, то у нас по одному разу x, y, z в этом. Значит, мы сумели доказать, но пока что не для всех, а только с учётом небольшого добавления. Ну, господа, не может быть так, что алгебраическая формула верна для почти всех и вдруг оказывается где-то неверна. Понимаете, когда мы здесь прибавили это самое маленькое число х, то определитель мало изменился. Он изменился не больше, чем на х умножить на алгебраическое дополнение к х. Ну, на 0, конечно. Вот. Это непрерывная функция от х. Поэтому, если вы будете обратиться всё меньше, меньше и меньше, у вас всё время будет равенство, а в пределе вы получите определитель нашей...